всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть в игру трансформеры тактическая арена ну что давай наверно пару поединков сделаем а потом мы посмотрим на всех юнитов потому что пару подписчиков просили рэй покажи всех юнитов что может каждый из них делать давай я в принципе не против но сначала давай выиграем пару боев есть конечно выиграем может быть проиграем поиск противника покойдет так противник найден запуск боя отлично давай смотреть кто нам здесь выпадет окей команду не менял ребята все со старым составом так только не надо жаса лагать эти умоляю игра вызываем тоже мегатроны блин мне конечно лучше бы снайпера будет базу ставить или нет смотри смотри че делает ну поехали так ну я понял понял он вызвал вертолет опять этого супостата своего позвал если рассчитывать на них башнях отжить это дохлый номер это просто дохлый номер друзья летающие да я не спорю летающие могут тут конечно по кости наделать так он сделал усиленную гравитацию но ребята не помогло как ты лишь его базе так давай вертолетик уничтожим я знаю что он сейчас наверняка пошлет дронов своих мелких скорее всего поэтому сделаем вот так 60 секунд осталось сейчас два снайпера наверно бомбануть будет ему нормально он чё на летающую технику рассчитывал что ли я так понимаю да но это по-моему было глупо все на чем тут дальше то рассчитывает не пойму вообще никаких шансов вообще никаких шансов просто ребят никаких шансов у него здесь на победу нету то что он там усиление это все делать не то все мы выиграли не помогло ему так открываем смотрим что нам в этом судаке достанется так джаз так а вот это что-то новенькое друзья мои новая карта деколь не было у меня такого дроны портал миньонов так смотри-ка еще новая карта выпала нам блур две новые карты друзья мои досталось прикинь за сегодняшний поединок вот это круто это кто ж такое вот это что такое ребят давайте посмотрим что это такое вот так это будет выглядеть деколь это недорогое сооружение которое отвлекает юнитов от турелей ага это отличное средство отвлечения урона от совершающих бросков юнитов таких как оптимус то есть друзья мои ну это элементарная ловушка отвлекалка ну я так называю короче ты ее ставишь это то же самое что поставить обычно турель оптимус на нее переключится и не поедет на твою базу понятно как по мне но такое себе да что еще мы тут свой получили у нас новый это блур где вот он давай посмотрим что за блур так мне бы его найти еще если честно а вот он блур невероятная скорость блур позволяет ему целиться в трех противников в быстрой последовательности и атаковать их искажением быстро закрывая большие пробелы и выполняя шквал атак ближнего боя ну что ж посмотрим я по-моему видел ребята это который от одного противника к другому телепортируется если не ошибаюсь я угу то есть такой да бомбит бомбит потихоньку смотри сейчас хоп 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 и на базу главное сразу же то есть просто двоих пролетел и нормально нормально действует а вот тут а вот тут к сожалению он да фейлится вот такой то у нас блур новый персонаж так ну что наверно по порядку лучше моих вот этих бойцов все знают что они тут делают давай посмотрим например вот на эрси эрси никогда не промахиваться с ее бластером для средних дальних дистанций она может эффективно уничтожать как наземные так и воздушные юниты выглядит этот юнит в бойдинке вот так то есть довольно быстро стреляет как ты видишь справляется с небольшими количествами мелких юнитов то есть что дает ей определенную универсальность против же тяжелых юнитов она она ну так себе сам видишь прекрасно итог бомбит да но а здесь конечно маленький уровень здоровья ребята бамблби ее ушатывает это говорит о том что в ближнем бою как в принципе любого из стрелка просто быстро уничтожает то есть такой вот юнит так ну автоботов я думаю не надо никому показывать все наверное так понимают ну давай посмотрим все равно вот так вот вызываешь ты их и они уже идут но опять же тебе скажу они очень хороши только лишь против вот таких вот медленных роботов да но и тут они вот тоже могут как бы помочь если на тебя например дроп миньоны высаживаются естественно а вот здесь к сожалению нет ребята против оптимуса абсолютно бесполезно потому что оптимус массовик затейник он валит всех очень быстро так это тоже самое автоботы подожди подожди автоботы ну единственно что ребята они с этим они могут стрелять если те не могут стрелять то эти могут ну такое тоже себе если честно ну как поддержка если только а вот здесь они слабы потому что этот паренек однозначно предназначен как раз для уничтожения массовых столпотворений вот таких мелких всяких сошек блура мы уже с тобой посмотрели ну кто такой бонкрашер наверное все видели и все поняли что это танк специализирующийся на уничтожение вражеских турелей то есть он очень очень живучий именно против башен и довольно неплохо наносит урон то есть если такой парень будет рядом это это будет жестко поэтому его всегда лучше отправлять под прикрытием это самый эффективный метод в соло лучше его не отправлять ну дальше по моему а ну да вот так же его может отвлечь любая турель если поставишь ее недалеко то он естественно переключится на нее и не будет идти на башню как бы вот так вот следующее ребята браун ну брауна видели у меня наверное в прошлых сериях кто он такой дерется он очень хорошо ребята очень хорошо тут не поспоришь именно он ближник идет как ближник ты посмотри даже такому как бонкрашеру он наносит существенный урон то есть ну делая выводы ну опять же повторю это ближник поэтому вот эти вот миньоны быстро с ним разбираются против вот этих вот миньонов очень тяжело ребята вообще как-то как-то бороться против них вот обычно идет ну здесь тоже он ушатает эту спокойненько так ну что посмотрели брауна следующий у нас идет бамблби довольно прикольный но ребят все равно это как бы не мой вот то что он прыгает это конечно круто вот он делает прыжок и уничтожает ну довольно много юнитов да вот этих слабых которые его окружают или если он в толпу врывается очень даже неплохо против какого-то серьезного здесь его конечно запинают если вокруг него конечно поставить миньонов и они его загрызут ну здесь прыгает в общем я думаю тут всем понятно да кто такой бамблби с чем его едят хромия хромия ребята это своего рода танк своего рода танк она идет с щитом у нее как бы две полоски здоровья первая это щит вторая это развертывание щита то есть вот смотри вот она идет ставит вот такой вот щит и все и дальше ты фиг что с ней сделаешь просто она стоит и бомбит она не получает урон здесь еще раз повторяю ну смотри даже здесь ее миньоны очень долго грызут посмотри внимательно то есть дольше чем кого-либо ну тут видишь проблема в том что она идет целенаправленно к базе то есть она не отвлекается ни на кого как бы такой на любителя боец ну тут и нечего говорить это у нас десептиконские миньоны вот так вот они ведут себя даже с бамблби разобрались как ты видишь что говорит о том что довольно серьезные миньоны их хоть их мало но разбирают они конечно очень сильно огромных роботов ну здесь конечно же бесполезно оптимусы ну есть оптимус тут с ним мало вообще кто может его побить из мелких ну а против летающих конечно же они уязвимы только шорох дальше ну вот только что мы смотрели это вот теперь ну дроны я думаю все воздушные поняли что они делают дроп скват я думаю тоже никому не надо показывать да то есть предиземляется капсула обычно возле вражеской базы и начинается емп это ребята ну смотри это своего рода такой вот удар видишь да они оглушенные ну там сколько две три секунды они стоят обездвижные обездвижные то есть вот так вот оглушили и начинает их бомбить вот таким вот образом это емп а вот есть такая фузен бим турель это по-моему та та самая турель в которой я говорил про луч бьет она а нет не та да хотя нет та 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 ребята она начинает луч свой ну короче разгонять ну естественно против миньонов она бесполезна само собой против больших роботов да она здесь вот она начинает жечь и постепенно-постепенно накапливает свой супер удар это та штука которой я пользуюсь очень классная вещь против мелких таких вот видишь вот они бегут опа вот так вот делаешь она мало того что отнимает у нее здоровье еще плюс задерживает то есть вообще для меня это самый топчик причем она любых что наземных что воздушных юнитов ну надо тебе бомбануть его видишь так вот делаешь и все ребята он обездвиживается то есть одна из топовых вещей как по мне здесь то же самое хотя он и так бы справился с ними если честно он бы их и так смог бы зажарить потому что против гримлока он в принципе и предназначен для того чтобы уничтожать массовое скопление юнитов так ну что дальше у нас идет ну гримлок всем понятным да кто он такой вы неоднократно видели его в действии что он делает просто машина для убийств вот особенно таких мелких всяких букашек типа миньонов просто сжигает их в одночасье ну и сам по себе он не забывай очень-очень толстокожий то есть его не так легко подбить то есть вот смотри начинаем вот видишь вот единственный недостаток если он бомбит например какую-то цель базу или еще что-нибудь он уже не переключается на других юнитов понимаешь да ну естественно противовоздушки у него нету поэтому мелкие вот такие вот гонюши его спокойно могут уничтожить ну хилл я думаю всем и так понятно что такое хилл да покажем раз уж начали смотреть мало здоровья становится да надо нам например там нельзя подлечить и все и у них опять фулл хп то есть для поддержки штанов это самое то видишь по ним бомбанул например он мало здоровья оба фулл хп как бы вот так ну этот парень тоже ребята хот рот это аналог грим гримбл лока только единственное что это мелкий у нас и довольно быстрый юнит универсальный он то есть как только разбирается он превращается в машинку и очень быстро жжжжжжжп упит и едет но вот против таких как браун он конечно же слабоват потому что браун его просто распечатывает на izi также вертолеты распечатывают его тоже на izi то есть у ну нету противовоздушных защиты но зато против мелких миньонов он очень даже хорошо идет Просто пачками уничтожает Ладно, это мы поняли Вот этот Раньше, ребята, Хаунда я любил применять Потому что он идет, как бы Он делает одна голограмма Другой оригинал Если ты встрелишь в голограмму Она, естественно, исчезает и остается только оригинал Вот, как бы Иногда можно Дезинформировать, так сказать Врага Он не знает, на кого переключиться Куда бежать Но если он угадает, конечно, то ему повезло Если нет, то это будет плохо И вот здесь вот тоже, ребята Не забывайте, что один из них оригинал, а другой двойник И двойник наносит такой же урон Как и оригинал То есть понимаешь, да, в чем дело Если ты не подбил двойника, то он будет Бомбить Равностепенным уроном Так же, как и Подлинник Так, ну что, дальше у нас идет вот такая вот турель Инферно Кэнон То есть огненная турель Которая жарит очень даже неплохо вот таких вот юнитов Не давая им шанса, естественно, подойти Очень хороша, но, понимаешь, у этих турелей есть определенное количество времени То есть они со временем Сами как бы себя изживает У них качается энергия, а не исчезает Против бонкрашера, конечно же, тут бесполезно выпедриваться Ну вот этим взрывом, конечно, она хорошо наносит А это для отвлечения очень даже неплохо Ты понимаешь, да? Именно для этого турели здесь и нужны Отвлекать оптимуса прайма Вот этот взрыв очень хороший, ребята Он наносит массовый урон То есть если очень много всяких юнитов возле тебя будут То она их очень хорошо бомбанет А вот против снайпера Это бесполезно То есть радиус поражения огнем И радиус выстрела снайпера Отличаются Так, следующий у нас идет Айон Бим Ну тут уже видно по картинке, что он делает Это своего рода луч Который вот так вот действует И прожигает все на своем пути То есть одним ударом он может просто сжечь орды Но здесь он не настолько силен Он именно против мелких очень хорошо идет Против больших роботов как бы Не особо хорошо заходит Так, дальше у нас идет кто? Джаз Джаз это гранатометчик Вот с такой вот Оглушающей ракетой То есть он его стреливает Противник на 2 секунды встан Загоняет Ну и этот, естественно, его потихонечку-потихонечку Начинает бомбить По-моему он оглушает еще и Вражеские турели, насколько я помню Так, и Ну Тут мегатрон, е-мое Тут, видишь, он все равно может его встанеть Но если этот сейчас звездонет А, он ему не дает накопить выстрел Все, я понял Ну, против мегатрона он, да, неплохо, неплохо Ну, опять же, в ближнем бою ребята его расколбашивают Как сосунка Так, ну это у нас Лазерная Турель По-моему, вот про эту я говорил, да? Сейчас посмотрим Нет, не ту немножко Ну, она такая живучая довольно-таки И бомбит вроде бы как неплохо Опять же, все турели Очень слабы против Воздушных, да? И против наземных Хотя это убьет по воздушным целям Причем довольно неплохо Но против скоплений вот таких вот миньонов Это бесполезно Они все равно дойдут и уничтожат Как-то так Следующая у нас идет Ну, ребят Мегатрона все увидели уже Он, у него есть две формы Первая форма это вот такая Когда он может бить и наземные цели И воздушные Причем довольно неплохо он с ними расправляется То есть он может Там и стрелков И против вертолетов Бомбиться А здесь он может еще и прикрывать Ну, вдвоем-то они, конечно, там молодцы Бомбанут Вот это вот мне нравится То, что он может просто взять ударом И оттолкнуть от себя противника Это, конечно, круто Так Но здесь почему-то, интересно, не показали Что он может Бомбить воздушные цели Почему-то Они не решили этого сделать Они также не показали Что у Мегатрона есть Вторая форма Форма танка Ну, мы видели ее, да Когда он выходит танком Ну, тут миньоны уже понятно, да Это у нас портал миньонов То есть Если ты его поставил То оттуда будут Там через какое-то определенное количество времени Выходить вот такие вот мелкие миньоны И потихоньку-потихоньку накапливаться То есть если их не уничтожать Тут можно их целую армию сделать Если он переключился Сразу побежал на портал Уничтожил его Из этого портала еще Четверо миньонов появляется С уничтоженного я имею ввиду Также он идет, опять же Как отвлекающий маневр То есть для того же самого Как его звать-то Ё-моё Оптимуса Прайма То есть ты ставишь Он, естественно, переключается на него На этот телепорт Так, ну что Мираж, я думаю, тоже все Поняли, кто такой Вот такой чувак Его не видно Его не видно до тех пор Пока он не добегает до базы И не начинает ее колбасить После этого, естественно Турыми начинают активироваться И бомбить Но дамага он наносит Солидно Вот, если он вступает в битву Соответственно, плащ с него Сразу же вот этот вот теневой Слетает А противовоздушка Просто воздушная цель пролетает И он тоже пробегает Как бы они его Не видят Просто расходятся Понятно, да? Тут кумираж Ну и здесь, естественно, ему Триндец Вот, любимый мой снайпер Монрейсер Очень хороша По дистанции Ты посмотри Я не спорю Атака у нее слабенькая, ребят Но То, что она может издалека Контрить Это очень большой плюс Особенно против скопления Вот таких тоже мелких миньонов Независимо Летающие Это наземные Она их разбирает Вообще на изи Они не успевают Даже ничего сделать Ну, как ты понимаешь В ближнем бою Ее, конечно же Просто уничтожают Или так Ну, в ближнем бою Конечно, ей Полная Крышка Так, тоже повтор идет Что у нас дальше? Нейтроновая бомба Это такая штука Массового поражения Вот так она выглядит И выжил только там Какой-то маленький погадец Понял, да? Суть Ну, против Бонкрашера Конечно, она не очень хорошо бомбит Потому что Бонкрашер Сам по себе Очень живучий Поэтому как бы вот так Ну, остальных она, конечно Выносит только шорох Да Так Ну что Нейтронную бомбу посмотрели Ну, я думаю Не надо никому показывать Ну, ладно Хорошо Посмотри Кто такой Оптимус Прайм Просто Смотри, что он утворяет Нормально? Если брать Сравнение с Мегатроном То, конечно Мегатрон бы здесь проиграл бы А вот здесь бы Мегатрон, скорее всего Выиграл Потому что этих бы миньонов Он бы смог расстрелять А Оптимус, к сожалению Не может Бить воздушную цель Ну и тут Да, конечно Издалека его Уничтожает Он ближник все-таки Но он очень серьезный Ближник, поверь мне По базам он бомбит Будь здоров И я не понимаю Почему они не делают Вторую модель Ну, вторую модификацию Когда он превращается В грузовик и едет Так, орбитальный стрейк Ну, это, ребята Обычные Обычные такие Ракеты Вот они Понимаешь, да? То есть, типа С орбиты стреляют Вот таким вот образом То есть, массовое скопление Противников Очень даже неплохо уничтожает Очень много, конечно Тут турелей всяких Плазма Кэнон Вот такая вот пушка Которая бомбит плазмой Причем довольно быстро Ну, опять же Они сравнивают С мега-крэшером Так, это у нас Такая машинка Ну, тут Справился он С ход-дроном Против этих Я не помню Он, по-моему, простреливает Их насквозь Не помню, если честно Нет То есть, опять же Турель слаба Против миньонов Все Так, ну что дальше У нас там идет Вот это, по-моему, пушка Плазма-лаунджер Которая очень медленная Но Достаточно серьезный урон наносит Да, она тем более Может Прикинь, так вот бомбить Нормально? Вот ты ее ставишь И она Просто Доплевывает спокойненько Да, вражеский бас Ну, медленная Она, конечно Медленная Но урон наносит Она, конечно, колоссальный Вот так вот Она действует Ну, против банкрэшера Это не поможет Вообще никак Она даже не реагирует Да Дальше идет повтор Что у нас тут идет дальше? Аааа Раньше я их использовал, ребята Скажем так Это мины Вот и все Вот и нету Оптимуса Прайма На его машинке Вот такая вот эта штука Мины Очень хорошая штука Самое главное Что ее нельзя уничтожить Ее можно уничтожить Только своим телом Но они на поле боя Действуют не вечно То есть ты их поставил Через какое-то определенное количество времени Они исчезают Сами по себе Вот так вот Что у нас дальше идет? Райл Ган Давай посмотрим Нормально, да? Смотри, сколько она урона наносит Обалдеть То есть она по базе Так, бомба убит Смотри Вот, 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 ребята Вот эта вот пушка пробивает Просто этим лучом бомбит все То есть сколько бы юнитов не шло бы Впереди Она всех прожигает Даже, по-моему, миньонов, да? Даже миньонов Смотри Нормально? Вот так вот Вот тебе и Райл Ган Ну что, идем дальше Ну, все, наверное, знают Рэчета Но не каждый его видел Это полевой бот-медик Который лечит не только себя Ну и лечит Всех Вокруг себя Тут я вот вообще не понимаю В смысл какой был Его убили И чего? Для чего они это показали? Без понятия Ну, его, конечно, вообще Очень-очень быстро разбирает Воздушные юниты Поэтому я его и не беру Вот это вот Я не понимаю К чему показались То есть Что его надо сразу уничтожать Типа к тому Сделали Вон Так Репульс вейв Репульсорная волна Вот так вот Ну Такой себе, согласись, да? Репульсорная волна Просто отталкиваешь противника И все Больше никакой у него функции нет Реттершторм Ну, это Боевой дрон Ой, боевой робот Летающий юнит, так скажем Который бомбит именно ракетами Но вот если он попадает в окружение Тут показывают, да, дронов То, естественно, его разбирает Потому что он У него как бы Массовая атака Но он не может Бомбить и сзади, и спереди То есть он всегда стреляет только спереди Ну, этот мы с тобой уже видели Синтинэр Короче, защитник Турели защитные Которые бьет Вот так вот Очень неплохо Расправляется Опять же с юнитами С мелкими С миньонами Ну вот Это ее основная, так сказать, функция Она не передвигается Она стоит, это как турель Как турель, только воздушная И все Ну, сам видишь Радиус обстрела у нее Ограничен То есть любой То AC То будет Снайпер Они, конечно же С этими турелями Очень быстро справятся Дальше Генератор щитов Вот так вот он работает То есть Твои юниты Не получают никакого урона Но этот генератор щитов Очень быстро Заканчивается Как лучше Очень быстро Но в принципе Он тебе дает определенное Какое-то преимущество Перед вражескими Войсками Ну и так же Она может на себя Брать Внимание Как в принципе Любая турель Что у нас дальше идет Шок вейв, да? Шоковая волна Ну этого юнита Я вам уже показывал Который после гибели Оставляет после себя Луч Лазерный Вот такой И все, ребят Нормально, да? Бомбит не кисло Бомбит очень не кисло Как-то так Ну тут ему крыкачка Наверное будет, да? Вот и все Опять же повторю, ребят Он хорош против мелких юнитов Вот против таких Против серьезных роботов Он уже Не годится Ну это Сам видел сейчас Только что показали Что это Снарядный обстрел Да? Такой Воздушный Как-то Я вообще считаю Что это Самое худшее Что может быть в игре Без понтова Лучше взять Какому-то там Я не знаю Любой другой удар Чем этот Вообще Вот это можно Кстати очистить Это да Можно Так Что у нас там еще осталось Ну Все знают, ребята Soundwave Звуковая волна Который Универсальный Который может Вот таких вот мелких миньонов Вызывать Причем не только одного И второго И третьего И пока ты его Не будешь трогать Он будет все Вызывать 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 Причем разных Там всяких Летающих Ползающих В общем Там полный арсенал У него этих Юнитов Так Ну что Давай Наверное Еще рядочек Посмотрим Хотя тут уже В принципе Все уже Скоро Ну да Так Это у нас Тоже Ребята Вертолет Спинстер Этот в отличие От первого Уже Стреляет Как бы так сказать Тут ракетами А этот вот Такими ребята Лучами Ну можно сказать Просто из турелей Бомбит Опять же Очень хорош Против юнитов Которые не могут Атаковать Воздушные цели Против миньонов Он слаб Он очень много сил Тратит на Подбитие юнитов Соответственно Его Остальные Просто уничтожает Ну дальше Тут идет Все по повтору Так Что у нас Там дальше идет Старскрим Это ребята У нас Ну так скажем Самолет Не самолет Но у него Есть одно Небольшое преимущество Что он вот так Вот может К базе Сразу прилететь И начинать ее Бомбить Особенно Если это Надо будет идти На добивку Чисто добить Чисто добить базу Да Как-то экстренно Вот Для этого Он очень даже Хорошо подходит А вот против Бамблби Например Для Брауна Он вообще Не годится Его разбирает Моментально Он сам по себе Слишком слабый В плане ХП Так Это у нас кто Страйк форс Ну это опять же ребята Команда миньонов Вот такие вот Три ближника И два дальника То есть как бы Специальный отряд Назначения Скажем так То есть пока Ближники Ближники Разбирает Дальники Могут Немножечко Ну здесь Бесполезно Именно Для Оптимуса Хоть ты там Целую армию Направь Мне кажется По барабану На все это будет Уничтожить Кого хочешь Ну это да Это конечно Хорошо Придумали Так И Что у нас тут Стан Вот и все Вот Видел что такое стан Он ударил Соответственно Оптимус Потерял скорость И ударил Очень-очень Тихонько Такой знаешь Как будто здесь Никого и не было Такая внезапная Атака Вот видишь Он набирает скорость Оп И удар Пришелся вообще Минимальный Так И что Это у нас Ребята Сунстрайкер Да Который Это у нас Чисто ракетчик Вот он хорош Против тоже Массовых скоплений Плюс По-моему Насколько я помню Ребята Он еще и может Уничтожать И воздушные цели Сейчас посмотрим По-моему Может Да Ребят Может То есть Вот такой универсал Наземные И воздушные цели Бомбит Своими ракетами Но вот именно Против тяжелых роботов Он Конечно Слабоват Судара Его просто вырубили Просто Браун Его вырубил Судара Ну что Двигаемся дальше И у нас Ну это Ты понимаешь Да Портал Портал Который вызывает Миньонов Стреляющих Только Есть обычные миньоны А есть Стреляющие Ну Я думаю Здесь больше не о чем говорить Конечно Тут еще армия миньонов Аж 4 штуки Получается После уничтожения Портала Так Специально Демонстрируют На мегатроне Да Так Все Показал Дальше у нас идет Тирси А Это луч Луч Ребят Который Ну сами видите Сейчас Вот так вот он бьет Такой себе Да По воздушным целям Как ты понял Он неэффективен Только по наземным Так Уилджек Да Да Он такими Гравитационными Бомбочками Стреляет Которые Притягивают Юнитов Ну и соответственно Еще плюс При этом Стреляет Вот такой вот он Боец Так Дальше уже идет Повтор И последний Который тут у нас есть Это Виндблейд Виндблейд Это своего рода Такой Самурай Как бы Да Робот Самурай Очень быстрая Скорость Атаки Очень быстрая Скорость Атаки Ну и средняя скорость Движения Скажем То есть она справится Все равно Да Справилась Справилась С ходу родом Она справилась Ну тут Понятное дело Против миньонов Это конечно Треш Ну и против Воздушных Юнитов Она Вообще Ничего Сделать Не сможет Вот тебе Виндблейд Тут еще Вот эти Вот у нас Не найдены Два Остальные Вот у меня Ребята Все есть И остальных Я вам Показал Ну что На дорожку Еще один Поединок Тогда Сыграем Надеюсь Удачно У нас все Получится Ну давай Давай Поиск Завершай Е-мое Ищем Противника Еще мы Никак Не найдем Ага Противник Найден Запуск Боя Окей Давай Смотреть Пока Тихо Блин Узл Хилбота Вот так вот Хм А лизит Узл Оу Так Давай Давай Бойцы Мои Гримлок Этого Шварки Так Вот это Мне не нравится Друзья Ну что Там залагало Это все Е-мое Так Он вызывает Там кучу Миньонов Подожди Секунду Что там Делает Групп Сквад Гримлок Да ты Запарил Уже Отлично Давай 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 Базу 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 Ему Жарим Так Оптимус Прайм Готов Друзья Оптимус Прайм Прям Вот Созрел Ага У него Значит Базеночка Была Базу Он потерял Хлыщ Да кто Там Такой Она Че За Чудик Ты Фига Он Деловой Такой Опа Че Он тут Вытыряет Смотри Мигримлок Сейчас твоей базе Будет кранты Парик В курсе Нет Да Базу Конечно Не убили Но Победу Одержали Сундучок Такой Скудненький Если честно Достался Нам Давай Откроем Посмотрим Так Strike Force Рота Шторм Хромия Так И здесь Сундук Хей Такой Простенький ТРС Фузен Бим Турель Ну и Остальное Ну что Давай тогда Последний Наверное Поединок Сыграем Да Потому что Нам немножко Не хватает Чтобы Видимо Перейти На На что Там Перейти Я фиг Знает Может быть На новую Карту Может быть Мегатрон Набрасывает Любые Юниты Которые Подходят Слишком Близко С помощью Сокрушительной Атаги В ближнем Бою Да Такой Есть У него Бомб Крашера Позвал Седьмого Уровня Ого Слушай Если он Позвал Бомб Крашера Сильного Уровня Поехали 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 Так Снайперы Снайперы Все Все Отлично Мегатроша Ну выстрелитый Успел Он успел Ребят С этим Разберемся Сейчас Упс Так Друзья Проблемы Да Я просто Обманул Мегатроша Ладно Что Что Сделаем Е Да Друзья Мои Мы добрались До седьмой Арены Нам прям так И написали Воу Воу То есть Видел Как Хот Рот Сделал Круто Вас Приветствует Лига Чемпионов Сормируйся В рейтинговых Бояк Чтобы заработать Как можно больше Победных очков До обнуления Каждой лиги Все игроки Набравшие Более 3000 Победных очков Сормируются За место В глобальной Таблице Лидеров Лиги Бонусы Лиги Победные очки Автоматически Обнуляются Каждые 4 недели И начинается Новая лига Понял То есть Как бы Уже Высшая лига Так Что у нас тут Выпадет Так Терси Фузиан Бим Турель Портал Так Оптимус Прайм Так Здесь все Ох Йо Вот это Ящик Ход рот Чуть-чуть Не хватает Чтобы его Прокачать Сунстрайкер Отлично Оу Мунрейсер Великолепно Миньон Хорд Мегатрон Блин Мегатрон Тоже чуть-чуть Не хватило Винблейд Меня не интересует Неплохо Я тебе скажу Очень неплохо Так Это у нас Что тут Музыка Какую-то новую мысль Вот это По-моему Да Нашли Во Ну-ка Так Неплохо Знаешь что Мне понравилось Черепашки Ой Это не Черепашки Недля Батл Тодз Музыка Да Чем-то Что-то Похоже По-моему Да Такая же Ну я думаю Что все знают Игру Батл Тодз И Дабл Драгон Что-то такое Музыка Так Эмоджи Ну эмоджи Тут Как мы видим Много Полный 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 Чук Чук Вылез такой А у меня вот такие вот Музыка Стоят Правда я не успеваю Ими воспользоваться Если честно На 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 Ну что Друзья мои На этой ноте Я пожалуй буду Закругляться Всем большое Спасибо за просмотр И до новых Скорых Видео Удачи вам